Основной вопрос очередного заседания комиссии по детскому отдыху – безопасность. Многие детские пансионаты так и не провели модернизацию систем безопасности. Не везде есть тревожные кнопки. И пропускной режим в некоторых санаториях существует номинально. На практике любой посторонний может проникнуть на территорию лагеря. Замглавы Людмила Мурашова проверила систему контроля. Беспрепятственно прошла через КПП некоторых здравниц. Охранники при этом мирно отдыхали в тени. Есть и другая сторона – обеспечение безопасности от техногенных и природных катастроф. И здесь особую тревогу вызывает федеральный детский центр «Смена». Смена находится в той зоне, где максимально сконцентрировались все риски, которые могут произойти по чрезвычайной ситуации. Вы знаете, что у нас единственный населенный пункт – это Суко. А как раз у устья реки находится этот объект. Является категорией объектом, где быстро развивающиеся события с подтоплением. В 60% территории смены уровень затопления будет более двух с половиной месяцев. И по нарастающим у них может быть в запасе от силы час-полтора. Поэтому проработка путей эвакуации и тренировка детей и персонала крайне необходима. Каждый ребенок должен быть под круглосуточным наблюдением. Задача руководства лагеря – набрать на работу ответственных вожатых и воспитателей и научить их правильно действовать в случае возникновения ЧАЭС. Основной документ, который должен быть у вас в здравомстве, это план предупреждения и гадаться чрезвычайных ситуаций. Он определён в 14 ст. 68 федерального закона о защите населения территория чрезвычайных ситуаций природной секридентной охраны. Заклады, куривейки, планы предупреждения нет. Базового доходителя – это из тех, кто здесь присутствует. Планы здесь деньги. И таких ещё целый список. А лето уже в разгаре. У ряда здравниц планы предупреждения ЧАЭС на стадии завершения оформления. Заместитель главы Людмила Мурашова потребовала доделать их срочно, до 1 июля. Взяли на контроль и на первое число очень чётко доложить. Кто успел, закончите полностью согласование, а кто нет. И прямо спросили. Спасибо.